Всем привет, дорогие друзья! С вами Юга, и очень давненько вы, наверное, не слышали этого приветствия на моем YouTube-канале. Обстоятельства, которыми вы смотрите это видео, связывают меня с определенными условиями, в которые я был поставлен, но об этом, как говорится, позже. Сегодня будет мнение, не обзор, именно мнение. Мнение, которое у меня сложилось, когда я поиграл в две интересные игры. Точнее, сказать в одну, и про вторую мы сегодня поговорим более подробно. Не так давно стартовал сервер такой игры, как Lineage W, от компании NCSoft, от создателей Lineage. Lineage W стал отличным ремейком первой части линейки. Да, многие не знают, но у Lineage есть первая часть. Игра вышла в 98-м году, 3-го сентября, очень стала популярна в Корее. И только три года назад один из залдов добрался до максимального 90-го левела. Две недели на стримах мы исследовали эту игру, смотрели. Это был азиатский регион. К сожалению, Россию исключили из первого потока. По непонятным на то причинам, возможно, еще не доделаны локализации. Хотя русский язык уже присутствовал в клинице. И мы на стримах все это посмотрели и сделали выводы. Но решились дождаться русского релиза. И, соответственно, встал вопрос. Продукт неплохой. Какая альтернатива? Альтернатива, как сказать, подвернулась совершенно случайно. Как и про Lineage W, про Lineage 2M я узнал уже постфактум. Вот сегодня об этом и поговорим. И мнение мое будет складываться на впечатлениях даже не только от игры на Lineage 2M. Потому что, как многие знают, уже открыты были и азиатские сервера, и европейские сервера. Я не играл в эту игру. Но я играл в Lineage W. И поэтому я же говорю, это не обзор, это мнение. Мнение, с которым хотел бы я с вами поделиться. Из того, что я увидел, по крайней мере, на всех обзорах по Lineage 2Mobile, это действительно приближенная к классической Lineage 2 игра. Выполнена она в виде, естественно, мобильной игры. Но также имеет клиент Pool. С помощью, так сказать, я его называю агрегатора лаунчера Purple. Можно сгускать и на компьютере, и играть на компьютере. Мы в Lineage W играли непосредственно с компьютера. На телефон мы не запускали. Игра идет и на компьютер, и на телефон. Не имеет полной кроссплатформенности на каких-то консолях. И я считаю, что ее позиционировать нужно все-таки как мобильную игру. Соответственно, как и мобильную MMORPG. И тут у меня есть ряд противоречий к самому себе. Надеюсь, вы меня поймете правильно. Это не реклама. Это попытка самому себе объяснить, почему мне это понравилось. Ведь не в линейку вторую. Я, как говорится, законченный Рагнарошник. Я играл всегда в Рагнарок или какие-то европейские игры на старые. Я не особо не играл. Вторая линейка для меня всегда оставалось что-то. Вот там парни в клубах сидят, играют. Это не мое. Как и мобильный MMORPG. Типа, что? Я в мобилку? Да, у меня есть экспириенс игры в мобильный MMORPG. Наверное, до выхода Lineage W он был в течение, ну, может быть, всех-всех-всех собранных часов в районе, ну, часов пяти от силы. Почти во всех проектах, которые выходили как последних. Почему же тут должно все быть по-другому? Очень много игр под брендом Lineage выходило за последние, ну, наверное, сколько я стримлю, года четыре. И я человек откровенный. Все они были крайне для меня неблагоприятного качества. Откровенно говоря, ужасные. Меня это очень удивляло, но несколько лет назад я слышал заявление от компании CISO, что мы будем, дело, разрабатывать свою мобильную игру на G-Star 2019. По-моему, если я не ошибаюсь, первый раз услышал. Думаю, хорошо, посмотрим. И, может быть, это усталость от моего основного проекта. Может быть, это осенняя, как говорится, хандра. Но, в любом случае, я с охольными путями дозаплутал в этот, попался в сети этого мобильного гейминга. И все, что я увидел на W, я буду сейчас проецировать на Lineage 2 Mobile. Системы очень похожи. Интерфейсные, квестовые. Но, честно говоря, по крайней мере, на данный момент L2M выглядит немножечко объемнее. За счет того, что она более, так сказать, по времени вышла раньше. Того, что я увидел. Соответственно, контента в ней еще будет чуть побольше. Естественно, есть донат. Куда же без него. Естественно, для кого-то это станет камнем преткновения. Но, что меня порадовало и в обоих играх, там есть система, ну, привычная для многих мобайлов, что, естественно, донаты можешь получить, выбивая внутриигровые вещи, основываясь на твоем личном задротстве. Это плюс для многих. Особенно для тех, кто будет проводить время и, соответственно, хочет что-то испытать, новый экспириенс. Записывая это, я клянусь, я полтора часа себя настраивал на это видео, потому что я не знал, что сказать. Не в плане каком-то профессиональном, а в плане ощущений как игрока. Потому как у меня в голове идет когнитивный диссонанс. Я вижу хороший, достойный проект, в который я могу поиграть. И в то же время я вижу все то, что я не играл в обычной своей среде. Это мобильный MMORPG и Cessna Lineage 2. Здесь же я нацелен на то, чтобы в декабре посмотреть, ворваться и увидеть, что это из себя представляет уже на ролике сегодня. Сейчас идет предсоздание. Ссылочки я никакие не буду оставлять под стримом. Я напишу свой сервер, напишу свою гильдию. Если вы захотите вступить и получить, соответственно, еще и награды в виде определенных роллов, пожалуйста. Какого-то, так сказать, демонического доната. И самое главное, что меня всегда отпугивало во всех мобильных MMORPG, что донат безумно навязчивый. Тебе предлагают за первые две минуты купить тысячи кристаллов на то, на то, на то. Здесь нет. Это огромный плюс. Это говорит о взрослости. Слово взрослости, я не знаю. Состоятельности людей, которые это делали. Все, что меня отвращало в любых мобильных MMORPG, здесь отсутствует. Наверное, был хороший пример с другой игрой. Так сказать, младшего брата моего основного проекта. Но это уже отдельно разговор. Система образов здесь очень интересная. По сути, она была взята изначально из первой линейки, что мог персонаж превращаться в определенного монстра. Здесь в линейдж 2М будет система костюмов, так называемых, что вы сможете выбрать от белого до, естественно, эпического. Он будет давать дополнительные статы. Не меняя облик вашего персонажа. Единственным еще, так сказать, важным фактором, который меня все-таки поразил, я наконец-то смогу поиграть за гномов. Я очень соскучился по расе гном. Ее нигде нет. И все мои постоянные зрители прекрасно знают, что я питаю некую, так сказать, любовь к дворфам. Абсолютно ни в одном проекте за последние пару лет не появились. Они здесь есть. Почему бы и нет? Я решил ломать стереотипы лично для себя, выйти из той зоны комфорта, в которой я себя поставил сейчас, когда пойду стримить этот проект. Это не значит, что я, естественно, там прекращаю стримы по-своему основному и буду полностью нацелен. Но так или иначе я хочу посмотреть и испытать тот самый новый экспириенс. Позитивный или негативный будем, как говорится, видеть в прямых эфирах. Вот, собственно, и все. Информацию о сервере, о гильде я оставлю под стримом, как можно ко мне, соответственно, приконнектиться и на каком сервере я буду играть. И уже в процессе познавания этого мира, для меня, я еще раз говорю, экспириенс с Lineage W был прекрасен, а L2M будет новым. Мы будем, как говорится, вместе с вами смотреть на Твиче и отвечать на вопросы. Ну, соответственно, я буду что-то новое узнавать, отвечать вам. Вы, возможно, мне также будете подсказывать. Это будет здорово. Вот, собственно, и все. Такое коротенькое мнение о том, что будет в ближайшее время на стримах, появилось сейчас, спустя очень долгое время на YouTube-канале. Не болейте, не скучайте и до скорых встреч.